Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч третьего тура Ла Лиги Асасуна Леванте. Встречаются 15 и 8 команды текущего сезона. Очные матчи. В 10 последних очных матчах команды 7 раз играли на обе забьют нет и 8 раз на тотал меньше. Последние 4 очные матча в Памплоне закончились на обе забьют нет. Последние 5 очных матчей были сыграны на тотал меньше. Как видим, соперники, как правило, в очных поединках катают низовые матчи, хотя большая их часть и была сыграна достаточно давно. Статистика. Асасуна в последних 10 своих матчах 6 раз играла на обе забьют нет и Пуровну на тотал меньше больше. Асасуна не проигрывает на своем поле последние 4 матча. Леванте в последних 10 своих матчах 7 раз играл на обе забьют дай, 7 раз на тотал больше. Леванте последние 2 выезда проиграл. Как видим, Асасуна продолжает оставаться командой, которая больше тяготеет к низовым матчам, а вот Леванте в последних играх показывает очень результативный футбол. Во втором туре Асасуна минимально проиграла на колесе Альфонсо Перес. Как и ожидалось, игра прошла с малым количеством голевых моментов. Единственный гол Мата забил в начале второго тайма, воспользовавшись позиционной ошибкой защитников Асасуны, который не выдержал линию, оставив игре Хайме, который с близкого расстояния без помех вколотил мяч под прикладину ворот перона. У Паплоне было пару полумоментов, но этого оказалось слишком мало, чтобы забить ответный гол. Асасуна является традиционной домашней командой. Паплона дома проигрывают относительно нечасто, только 37% проигранных домашних матчей в прошлом сезоне. Тем более таким соперником, как Леванте, который на выезде выступает очень скромно. 25% побед в выездных матчах за последние три сезона. А что до результативности, то здесь и Асасуна в домашних матчах, и Леванте в выездных больше тяготеет кто-то больше. У Асасуны 63% домашних матчей играется на тотал больше, у Леванте 61% выездных матчей. А вот на обе забьют да-нет почти 50 на 50 с небольшим уклоном в сторону обе забьют да. Соперники к кочному матчу подошли в противофазе. У Асасуны две игры на тотал меньше, у Леванте две игры на тотал больше. И Асасуна и Леванте нечасто в последнее время такие серии продлевают до трех матчей. Какая из этих серий прервется, какая продолжится вопрос. Аналогичная ситуация по обе забьют да-нет. У Асасуны два последних матча на обе забьют нет, у Леванте на обе забьют да. В очных матчах соперники чаще играли на обе забьют нет и тотал меньше. Но эти матчи проходили достаточно давно, и с тех пор диспозиция немного изменилась. Обе команды достаточно хорошо закончили сезон минувший, и неплохо начали сезон нынешний. Несмотря на то, что Леванте свой первый матч проиграл Валенсии, там гости владели преимуществом, но плохо сыграли в обороне, пропустив несколько голевых контратак. Получается, что Асасуна, которая играет неплохо дома и отыграла два последних матча на тотал меньше и обе забьют нет, принимает Леванте, который проводит агрессивно последние матчи, два из которых сыграл на тотал больше и обе забьют да. Что победит, лед или пламень? В таких ситуациях часто истина лежит где-то посредине. Потенциальный счет 1-1 на такую игру будет самое то. Из связки ставок тотал меньше обе забьют да икс, самый высокий коэффициент стоит на ничью 3-44, на тотал меньше 1-83, на обе забьют да 1-83. Ничейный исход, конечно же, не назовешь надежной ставкой, но его вероятность достаточно высока. Вариант на тотал меньше это классика на матч подобного рода, но уж больно много соперники наиграли низовых матчей в очных встречах, при этом ни Асасуна, ни Леванте не относятся к ярко выраженным низовым командам. Поэтому вариант ставки на обе забьют да за 1-83 можно признать компромиссным, который и высокий коэффициент имеет, и хорошие объективные предпосылки на заход. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядя Юрик верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы!